Расстояние не имеет значения. Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня журналист и писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте. Да, господин Шендерович, слышите ли вы нас? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Звоните также из-за рубежа код Латвии. Плюс 371 и пишите в WhatsApp 2306191. 28 января в Риге состоится спектакль Театра Родионов Шендеровича в 19.00 в Большом зале Дома Еврейской общины. Он пройдет, так что, уважаемые радиослушатели, всех приглашает в том числе и наш гость. Я, может быть, напомню также нашим радиослушателям, простите, что в 90-е годы вы писали сценарий для сериала «Куклы». Такого политического сериала. Вот ваша сатира, она стала жестче за эти годы, спустя, ну, фактически 30 лет? Я не думаю, что она стала жестче, она стала немножечко горче, потому что в 90-е годы было ощущение присутствия в каком-то общественном процессе, было время сложное, но было время свободное, и можно было высказываться и общаться. Мы находились в диалоге с обществом, и общество само с собой находилось в диалоге, поэтому было ощущение, что ты участвуешь в сюжете. Сегодня, поскольку совершенно очевидно, что этот сюжет проигран, сегодняшняя сатира, во-первых, адресована в значительной степени уже либо наружу, вот я с вами разговариваю, но в России это уже сайты какие-то отдельные, отдельные радиостанции, отдельные сайты. Это не ощущается как участие в большом общественном процессе, и от этого, поскольку я повторяю уже много лет одно и то же примерно, от этого она становится горче, да, немножечко, может быть, немножечко злее, безнадежнее. Нет, была вполне жесткая сатира, достаточно посмотреть старые сюжеты, чтобы понять, что она была жесткой и в ельцинские времена, но тогда было эхо, сегодня с эхом похуже. Ну, что касается сатиры, вообще, на ваш взгляд, у аудитории есть потребность в том, чтобы сатира в России сегодня была, потому что русская сатира, у нее большая традиция, можно вспомнить Салтыкова-Щедрина, в частности, но те люди, которые сейчас занимаются в том числе юмором, многие признаются в кулуарных беседах о том, что сатира сегодня в том числе и не востребована. Вот, на ваш взгляд, насколько это справедливо? Сатира не может быть невостребована, потому что смех над дефектами жизни, да, никуда не может деваться, это потребность. Смех – это биологическая реакция на несовершенство жизни, да, чем жестче, чем драматичнее жизнь, тем громче и желчнее смех. С этим ничего, потребность это никуда деться, разумеется, не может. А вот то, что государство закупоривает возможность обратной связи, делает невозможным разговор с миллионами, да, то, что общество закупорено, это другое дело, но тут не надо кивать на общество. Это власть, которая закрутила эти гайки и закрыла эти, так сказать, каналы обратной связи. Востребованность сатиры, достаточно заглянуть в интернет, который переполнен, так сказать, разнообразным и изобразительной сатирой, и текстовой, да, это никуда не делось. Сейчас, так сказать, раньше это были частушки-анекдоты, сегодня это то, что называется демотиваторы, фотожабы и другие жанры появились. Но сатира востребована всегда. И чем, повторяю, тяжелее и жестче политическая ситуация в стране, тем больше потребность в сатире как в реакции на это. На ваш взгляд, что касается фигуры Владимира Путина, нет ли здесь такой сакрализации, его образа у большинства населения, и что, в общем, можно шутить обо всех, кроме Владимира Путина? Сегодня вот это то, что называют цензурой, или это то, что идет уже с низов, что вот над ним шутить не стоит? Вы знаете, я езжу в московских такси, и я слышу, что можно говорить про Путина, когда можно. То, что они приучили к тому, что это наказуемо, то, что возникает самоцензура, разумеется, разумеется. Но мы же говорим о потребности, о накопившейся энергии сопротивления, внутреннего сопротивления, о реакции. Это существует, это накапливается. Еще раз, чем меньше выходит наружу, чем более сжатый, все это уходит в невроз, который вы описали. Страх, стокгольмский синдром. Когда люди себя пытаются убедить в том, что им нравится Путин, просто потому, что они не могут с этим ничего сделать. Когда люди пытаются убедить себя, что они молчат, не потому, что страшно, а потому, что если не он, то кто, а будет еще хуже. Пытаются придумать себе оправдание. Вы описали, и я сейчас расшифровываю, именно содержание невроза. Невроз, конечно, за 20 лет. За 20 лет идеологического террора и, так сказать, закатывания под асфальт, свободного слова, свободной мысли, политической оппозиции. Просто убийств. За 20 лет этот невроз, конечно, в России вырос очень сильно. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Да, пожалуйста. Да, мы слушаем вас. Вы знаете, что недавно было на ваше новогоднее, там, фендерович, и все новогоднее собрание. Вы уже, знаете, либералы начали представлять себе группу... Простите, я не слышу звонка, радиослушатель. Да, мы сейчас вам расшифруем. Мы расшифруем вам, да, то, что говорит наш Олиослушатель. Группу политических сектантов вы начали представлять себе. Кто? С этим нападением на первое лицо государства. Вам не стыдно вообще-то? Кто конкретно вы начали представлять группу сектантов, как вы выразились? Ну, видимо, речь идет о тех людях, которых причисляют к либеральной общественности. Наш радиослушатель назвал группой либеральных сектантов, которые нападают на первое лицо государства. И он спрашивает, не стыдно ли вам? Ха-ха-ха! Замечательно. Замечательно. Видите, какой перевертыш замечательный в логике. Мое естественное право, гражданин Российской Федерации, обсуждать избранное мною лицо менеджера, который ест мой хлеб, ездит на моем бензине, спит на моем диване. Я его содержу, и я вправе, как хозяин с наемного менеджера, спрашивать. Мне не нравится, как он руководит моим хозяйством. Я по конституции народ, и я в том числе, разумеется, я источник власти. Мне он не нравится, мой менеджер. Этот менеджер захватил власть. Он не уходит отказаться. Он ворует. Я его ловлю за руку. Он меня за это наказывает. Мое священное, нормальное человеческое право высказываться по поводу вора, которого я поймал за руку, переворачивается. Меня спрашивают, не стыдно ли мне? Нет, мне не стыдно вора называть вором, убийцу называть убийцей. Этот убийца жрет мой хлеб, спит на моем диване. А вот сам этот перевердыш очень характерен. Нас пытаются виноватить. И довольно успешно это делают. И делают так, чтобы я испытывал стыд и вину за то, что я подымаю, да, то, что я разговариваю, смею разговаривать и обсуждать. В этом вопросе замечательным образом Путин из вот этого самого наемного менеджера, проворовавшегося, переводится в разряд бога. Меня в сущности некий представитель инквизиции спрашивает, да, не сжечь ли меня за богохульство. То есть я переведен в разряд богохульников в связи с тем, что я критикую менеджера. Это вот такой вот инквизиторский или очень глубоко азиатский взгляд. Он очень характерен. И особенно симпатично, когда этот голос звучит из Риги. Ну вот вы говорили о ситуации в России однажды в одном из интервью. И сказали следующее, вашу небольшую цитату приведу. Тоталитарные режимы рушатся мгновенно. Предсказать ничего нельзя даже за неделю, вы сказали. Можно ли как-то все-таки нащупать такой приближающийся финал действующей власти? Вы понимаете, какая штука? Какие-то намеки, может быть. Наверное, экономисты, есть какие-то у экономистов, у политологов, есть какие-то маркеры, которые указывают на остроту или, так сказать, наоборот, такую мягкость ситуации. Не знаю, я не экономист и не политолог. У меня таких маркеров нету. У меня нету в моем распоряжении ничего, кроме исторического опыта. А он показывает, что авторитарные режимы могут стоять десятилетиями. 30 лет Мубарка, 42 года Каддафи, да сколько-то лет Чаушеску. Потом рушится мгновенно, просто мгновенно, действительно, за несколько дней обрушение. Главный урок, я уже говорил об этом, Арабской революции 11-го года заключается в том, что все разведки мира за неделю, за две недели до этой революции докладывали об абсолютной стабильности режима Мубарка. Ни один маркер ни на что не указан. Это как раз характерно для именно авторитарных обществ, потому что в нормальном, открытом обществе есть обратная связь. Есть социология, есть трейтинг, есть свобода прессы, есть свобода выхода на улицы. И вот эту вот силу протеста, недовольство, ее можно замерить, ее можно спрогнозировать. В авторитарном режиме все это загнано внутрь, никак не маркируется, стопроцентная поддержка, что Чаушеску, что Мубарк, что Каддафи, стопроцентная поддержка. Потом сразу, в один момент взрывается. И дальше начинаются пытки, расстрелы у стены без суда и следствия, суды и так далее. Сразу, мгновенно. Чем выше и крепче, и долгосрочнее, и стопроцентный рейтинг, тем опаснее моменты обрушения. Мы можем только констатировать, что будет именно обрушение. Потому что все, когда это будет, то это будет именно обрушение. Потому что все легитимные возможности изменений власть перекрыла. И в 12-м году, да, в 11-м, 12-м году, и вот этим летом можно было что-то попробовать сдвинуть в легитимную простость. Ответом была полицейщина. Ответом было просто аресты, избиения на улице. Это означает, что в какой-то момент изменится именно так, нелегитимно. К сожалению, к моему сожалению, я бы предпочел смену власти и демократический процесс. Ну вот вы говорите, также продолжаю вас цитировать, ясно только одно, живым Путин от власти не уйдет. Это, на ваш взгляд, пройдет естественным путем или какие-то все-таки насильственные методы будут использовать? Бог и не матушка природы. Я не знаю, когда он отдаст концы. Понимаете? Я только знаю, что сам добровольно от власти он, разумеется, не уйдет. Как не мог уйти от власти ни Каддафи, ни Лукашенко не уйдет, ни Чаушеску не уйдет. Слишком много крови уже, извините, пролито. Слишком много преступлений совершено. И ясно, что следом за уходом он не может, как Клинтон, уйти от власти и играть себе на саксофоне и читать лекции. Понимаете? Потому что очень скоро после этого попросят прийти в Следственный комитет, дать показания по ряду вопросов, потом переменят статус со свидетеля на подозреваемого, потом подписка о невыезде и далее везде. И Путин прекрасно понимает, знает, как это бывает. Прекрасно понимает, что те, кто сегодня целует ему все части тела, завтра будут его допрашивать при перемене ситуации. Он циник и он очень хорошо знает цену, циникам которых он посадил на эти места. Поэтому сам он от власти не уйдет. Опыт Каддафи, Пиночета, Милошевича, он видит. Никакие гарантии не работают в случае с Пиночетом, Милошевичем тоже были гарантии. Он прекрасно понимает, что гарантии не работают на втором шаге. Поэтому, по моему соображению, он придумает что-нибудь, чтобы остаться у власти. Как это будет оформлено объединением с Белоруссией, переменной Конституцией, чрезвычайным ли положением, родиной в опасности, войной какой-нибудь. Он пришел на взрывы домов, напомню, и на второго Чеченского, он пришел к власти. И я думаю, что каким-то образом он у власти останется. Но был момент, когда он мог уйти спокойно. Например, вот вы говорили, если я не ошибаюсь, что 2012 год был таким рубежным, и он отрезал себе концы. В 2010 году, 10 лет назад, в журнале The New Times, я писал о том, что главная повестка дня для власти – это выход на цыпочках. Выход на цыпочках. Как бы уйти, не попав под потом раздачу. Договориться. Какие-то гарантии. Какое-то возвращение выборного процесса. Возвращение разделения властей. Возвращение нормальной жизни. И в 2011-2012 году, когда были волнения и многотысячные миссии в Москве, речь шла о том, чтобы просто честные выборы, чтобы в Думе были те, кого выберет народ, а не те, кого назначат на Старой площади. Путин поломал, это был последний, на мой взгляд, серьезная возможность политических перемен. Какого-то договора, круглого стола, как в Польше или чего-то в этом роде. Путин ответил полицейщиной. Третьим сроком. Полицейскими репрессиями, болотным делом. А потом случился Крым и аннексия. Крым и Донбасс. Война в Донбассе. Да, война в Сирии. И теперь уже слишком много, да, слишком много крови пролито, чтобы Путин мог просто взять и уйти от власти. Он слишком много и демонстративно нарушал закон, чтобы позволить себе это через 10 лет. После последнего шанса. Вот, повторяю, в 2011-2012 году, по моим впечатлениям, у него был хороший шанс уйти. Сейчас мы делаем небольшой перерыв, буквально несколько минут. Виктор Шендерович у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Это программа «Абонент доступен». Продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также звоните из-за рубежа код плюс 371. Вот на одном из информационных порталов, даже не на одном, появился отрывок вашего интервью, где сказано, что вы якобы в разговоре сравнили ситуацию в России с ситуацией в нацистской Германии, в Германии при Гитлере. Так ли это? Это не в разговоре, это был текст после, то есть даже до Крыма, во время Олимпиады в Сочи, мой текст в феврале 2014 года, который назывался «Путина девочка на коньках». Я просто сравнивал Олимпиаду в Сочи с Олимпиадой в Берлине в 36-м году. И я, 36-го года, да, и я просто напоминал, к чему привело тогда это народное единство, этот подъем, объединение наций и лидеров, на что пошел этот народный подъем. Я только хочу обратить внимание, в очередной раз появилось сегодня, что, значит, приравнял Россию с Германией. Это ерунда, я не приравнивал, я сравнивал. Это разные вещи. Есть равенство, никакого равенства нет, разумеется. По счастью, по счастью, Путин циник. Гитлер был настоящий идеологический маньяк, он был искренний человек. У него абсолютно была и внятная человеко-ненавистническая идеология. У Путина никакой идеологии нет. Но инструментарий абсолютной власти, инструментарий демагогический поддержания нации в состоянии противостояния с миром, объединения вокруг единого лидера, одна нация, один вождь, да, один фюрер, да, и так далее. Это все очень типовые вещи, и я на эти типовые вещи обращал внимание. В частности, на то, что народный подъем может пойти на какую-нибудь войну, на какую-нибудь аннексию. Я об этом писал за две недели до аннексии Крыма, так совпало. Угадал случайно, а говорил об общих связях. Значит, еще раз, я, разумеется, не приравниваю нацистскую Германию к сегодняшней России, но я сравниваю некоторые процессы. Абсолютная власть, подавление оппозиции, политические заключенные, империалистические войны снаружи, патриотическая демагогия, мешающая увидеть врага во главе государства, врага Родины во главе государства. Это все довольно типовые вещи. Я обращаю внимание на эти типовые вещи, да. На ваш взгляд, культура в руках власти сегодня является таким мощным инструментом, но если говорить о кинематографе, о том кино, которое сегодня снимается в России, или все-таки что-то прорывается сквозь вот эти... Что-то прорывается? Нету, конечно, мы не в Северной Корее, и не в фашистской Германии, и абсолютного, тотального диктата нет, поэтому на периферии могут появляться и замечательные фильмы, и замечательные книги выходить. То есть, разумеется, у нас бархатный тоталитаризм, или такой, как это сейчас, да, гибридный, гибридный тоталитаризм. Но, безусловно, кинематограф, как оружие массового поражения, которое прежде всего интересует власть, а власть не интересует аудитория до миллиона, поэтому книжки можно издавать, да, и по радио можно говорить на эхе Москвы. А вот когда счет идет на десятки миллионов, тут полная монополия государства. И, конечно, такие фильмы, как «Союз спасения», который только что вышел, который совершенно ясный посыл про то, что люди, которые пытались, речь вот о декабристах, вот этот взгляд на декабризм, что есть великая держава и какие-то смутьяны, да, которые пытаются бороться против государя-императора. Это все абсолютно политически заточено, это вполне бездарно, разумеется, это очень богато, под это дается настоящее финансирование, да, на промывание мозгов. Декабристы у нас теперь по новой трактовке исторической, это смутьяны, которые бунтовали против законной власти. Может, вы просто еще в Риге не в курсе. Вот такие вещи, разумеется, культура, то, что входит на место культуры, да, кинематограф, это оружие массового поражения, ну, и телевидение, разумеется. И здесь абсолютно виден административный, не назову его государственный интерес. У государства интерес совсем другой, но административный интерес совершенно очевиден. Вот сериал «Эпидемия», там была пятая серия, которую на некоторое время ее показ приостанавливали в связи с тем, что там были силовые структуры, которые расстреливали мирных жителей. Потом, тем не менее, этот сериал был полностью показан, и говорят, не без вмешательства Мединской. Он был, да. Вот на ваш взгляд... Смотрите, давайте я вступлю в диалог. Да. Простите, Вадим, я вступлю в диалог. Он не был показан полностью, он был показан перемонтированным, переделанным. Там добавили реплику. Добавили реплику, что-то убрали, что-то добавили, да, и пришли к такому вполне, ну, мучительному, позорному и мучительному компромиссу, который был связан с тем, что это, конечно, были не правительственные войска, а какие-то, да. Это было вторжение, прямое вторжение цензуры с довольно печальным и позорным выходом из этой ситуации. Это... В этом вопросе есть ответ на ваш вопрос. Это самоцензура как альтернатива уничтожению. Либо ты соглашаешься сам себя оскопить, отрезать руку-ногу, либо тебя просто убивают. И дальше уже у каждого художника, перед каждым художником стоит выбор, согласиться ли жить без ноги, без руки, или оскоплённым. Либо, значит, просто, чтобы твоего фильма, твои, так сказать, не увидели совсем. Вот это такая типовая коллизия авторитарного, искусство в авторитарное время. Ну, а говоря о восприятии в обществе, я знаю, что вы любите тоже эту фразу Трифонова, когда плывёшь в лаве, не чувствуешь температуры. Вот это можно отнести сегодня всё-таки к тому, как относится русский народ к происходящему? Разумеется. Оценку того, что происходит сегодня, нормальную историческую оценку, можно будет дать, когда лава немножко остынет. И тогда историки сформулируют, что это было. И глубину катастрофы измерят. И история покажет, чего будет стоить выход из этого путинского 20-летия, или сколько там он нам ещё будет рулить. Конечно, сейчас точно ответить на этот вопрос нельзя, потому что часть населения просто в обмороке, а часть, допускаю, в какой-то истерике и в болевом шоке. Какое-то среднеарифметическое, историческое, будет ясно позже. Гораздо позже. Вот вы сказали о том, что власть интересует аудитория больше миллиона. Что касается Юрия Дудя и популярных YouTube-блогеров, которых сейчас стало достаточно много, и у них большая аудитория. Вот власть пытается с ними работать, на ваш взгляд? И пытается ли она каким-то образом... Пытается, разумеется. Да. Во-первых, истерика, которая случилась на федеральном телевидении после выхода фильмов Дудя про Колыму. Да, и после того, как выяснилось, что уже за 10 миллионов аудитория, вот тут власть по реакции, по истерической реакции, по ненависти, которая полилась в адрес Юрия Дудя с федерального телевидения, мы можем судить, что попало, очень сильно попало. Да, что они... Это они понимают, это уже конкуренция. Это уже не мои монологи на эхе Москвы, да, и в блоге. Ну, у меня 170 тысяч подписчиков, но это в пределах погрешности. Да, причем половина из них живет за пределами России. Вот, а 10 миллионов, это уже серьезно. И то, как власть реагировала на фильмы Дудя, показывает, что они понимают это как угрозу. И появившееся сообщение о том, что они планируют, может быть, Дудя как-то приспособить к себе, пустить его в какие-то структуры, какую-то партию создать и как-то канализировать, как-то выдрессировать это, выдрессировать Дудя. Конечно, там есть не дураки, там есть, ну, понятно, там есть люди просто хитроватые и вороватые, а есть палачи, да, и кровопийцы. И партия, партия воров хитроватых, они, они, говорят, давайте его, давайте его купим, давайте прикупим Дудя, давайте его обратаем, давайте его сделаем своим. Примеров-то полно, как люди вчера, выступавшие в оппозиции, аккуратно переходят в какие-то структуры, становятся абсолютно дрессированы. Удастся ли им выдрессировать Дудя, посмотрим, не хотелось бы. А, да, сторонники кровопийства просто предлагают прихлопнуть. Вот пока побеждают все-таки воры, побеждают кровопийцы на этой территории. Ну, на ваш взгляд, все-таки интернет, это пока не подконтрольная власть и история в России? И смогут ли они, ну, вот эта история с суверенным интернетом все-таки взять его в свои руки? Вы знаете, что, интернет, по крайней мере, не полностью подконтролен, в отличие от телевидения. В интернете есть зоны свободы. И власть понимает это как угрозу, и большие средства бросает в дрессировку интернет. ну, там, огромные ресурсы, вот эти, Ольгинские, на тролли, огромные ресурсы в интернет брошены, чтобы создавать народное мнение, иллюзию народного мнения, да, чтобы там, тут же комментаторы, проплаченные комментаторы сидят, тролли, да, их уже видно, они меняют имена и так далее. Они создают иллюзию общественного мнения. Поэтому, например, что бы я ни написал, там, на эхе Москвы, можете посмотреть, тут же появляют, набегают десятки людей, которые начинают опошлять то, что я сказал, или просто хамить и так далее. Это отдельная тактика. Они создают свои ресурсы, огромные, очень дорогие. Интернет не полностью подконтролен, власть понимает это как опасность, безусловно. Ну вот, ввиду интернета и как раз глобализации, насколько изменилось ли общество, на ваш взгляд, я просто приведу в пример вашей книге «Блокада мозга», есть такое сатирическое стихотворение индейцы о народе, и оно как раз рассказывает о племени, которая готова потерять и свободу, и землю, и право на самоопределение в обмен на бусы, стекляшки, и, как вы пишете, огненную воду, то есть алкоголь, по всей видимости, имея в виду. Вот смотря на ситуацию в России сегодня, ввиду и протестных настроений, это стихотворение, оно по-прежнему характеризует российский народ? Это не стихотворение, это такая, да, это, конечно, не стихотворение, это такая проза, ритмизованная немножко проза, конечно. Вот, все по-прежнему, разумеется. Массы, которые питаются с руки у государства, с телевидения, эти массы по-прежнему живут на бусах-стекляшках, их по-прежнему можно увлечь Олимпийскими играми, Евровидениями, чемпиономами. Анатоми, скандалами, да, отвлечь от насущных, самых тяжелых, важных проблем. Обсуждается не медицина, не состояние медицины, не состояние образования, не социальная катастрофа, не социальное расслоение. Миллионы людей обсуждают какую-то бузовую, шмузовую, да, и вбрасываются все время какие-то скандалы, да, какая-то желтизна бесконечная, анализы ДНК у звезд. Это индейское существование, совершенно неосознанное. Все эти бусы-стекляшки. Они призваны не дать этим индейцам думать о том, что происходит, что делают с ними, с их детьми. Мы по-прежнему находимся в этом индейском состоянии. Массы, безусловно, в индейском состоянии. Иначе этой власти давно бы не было. Никакой Европы у нас близко нет. Никакого европейского осознания своих прав абсолютно нет. И мы по-прежнему, миллионы людей, десятки миллионов людей, по-прежнему с удовольствием отдадут свободу за какие-то гарантии начальства. И фраза Франклина кажется о том, что человек, который отдает свою свободу за безопасность, не получает ни того, ни другого. Эта фраза не популяризируется в России. не отменяется. Можно ли здесь провести аналогию с эпизодом из фильма «Матрица», когда предлагают синюю и красную таблетку, если возьмешь красную, узнаешь правду, но правда она очень неприятна. Может быть, вот это желание жить в иллюзии, оно побеждает сегодня? Ну, оно побеждает послушать. Стокгольмский синдром никто не отменял. Человеку хочется находиться в мире с собой. Это нормально. Если человек становится мыслящий, более-менее рефлексирующий человек, становится перед выбором либо принять вот эту тяжелую реальность и понять, что ты за это отвечаешь, но тогда ты взрослый, ответственный человек, должен что-то делать, должен, да, должен, никому не охота считать себя подлецом и трусом. Поэтому царит Стокгольмский синдром, поэтому люди убеждают сами себя в том, что без Путина было бы еще хуже, даже не то, что уже он хороший, а без него было бы еще хуже, что он единственная гарантия. существование России, что кругом еще хуже, что кругом враги России и так далее, и так далее. Никто не хочет дискомфорта душевного. Да, нужно некоторое мужество, чтобы признать, признать реальность. Это известный синдром послевоенной, да, люди, которые поднимались в атаку, под пули, вставали из окопа и не боялись идти навстречу смерти, сидели тихо на партсобраниях, да, и боялись открыть рот. Это страх совсем другого рода. Страх совсем другого рода. И этот страх, конечно, этим страхом пронизано российское общество. А то, что нет социологии, то, что мы не свободны, в чем Путин добился абсолютного успеха, это во внедрении страха. Да, этот страх пронизывает, тревога и страх пронизывает российское общество. Поэтому и нет никакой социологии. Как не может быть никакой социологии в страхе. Сегодня выйди на улице Пхеньяна из России, кто поддерживает трудовую партию Кореи. Сто процентов. Вопрос в том, что будет, когда погаснет свет вдруг внезапно, когда трудовая партия Кореи выйдет без охраны на улице Пхеньяна. Вот тогда выяснится настоящий рейтинг, потому, с какой скоростью их уничтожат. Вот это, к сожалению, альтернатива либеральным ценностям, простите за выражение. Либо выборы, социология, свобода, либо вот такое рабские сто процентов, а потом взрыв. Да, сегодня мы пронизаны страхом. Страхом и стокгольмским синдромом. Можно ли здесь как раз говорить и применить к этой ситуации цитатуи Сбродского, письма римскому другу о том, что если выпал в империи, родиться, лучше жить в глухой провинцию у моря, потому что и от Цезаря далекой от фьюги или бездительно торопиться и так далее, что все наместники ворюги, но любой ворюга мне милее, чем кровопийца. Сегодня есть вот это желание отсидеться где-то в глуши, метафорически, конечно? Ну, насчет вдали от империи у моря, это вам виднее. Вы как раз вдали от империи у моря. Но не так уж вдали, 900 километров до Москвы. Нет, 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 но все-таки политически вдали пока. Танки все-таки до УГАУ не перешли, насколько я знаю, или что-то случилось в последнее время. Но только Абрамс. Нормально? Хорошо сидим, да? Нормально. Абрамс у нас есть теперь, да? Да, 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 именно, именно. Значит, понимаете, какая штука? Многие россияне, благо выезд все-таки разрешен, многие россияне так и поступают, и массовая эмиграция, это вот, так сказать, во славу рецепта Бродского. Это море может быть Черногории, это море может быть, да, в Польше, Балтийское море может быть черное, это может быть и Тихий океан, да, Калифорния, да, но огромное количество россиян выбирают просто уехать от империи подальше. Разумеется, разумеется. Альтернатива, это нормально, я не кину в них камни, потому что нельзя требовать от человека, каждый человек сам для себя решает и приоритеты каждый для себя выбирает сам. Мне кажется, это нормально, в любом случае это лучше, чем участвовать в, да, участвовать в строительстве этой империи. Мы ждем вас в Риге. Ждем вас в Риге 28 января. я хочу только сказать, я хочу только сказать, что 28 будет все-таки не политические дискуссии, а я буду читать свои пьесы, самые смешные и вкусные отрывки из своих пьес. Это будет театральный вечер Театра одного Шандеровича, хотя, конечно, политические темы, политические сатиры, разумеется, зайдет на эти страницы. Приходите, 28 января в Театр одного Шандеровича, 19.00, Большой зал Дома Еврейской Общины. Встречаемся там. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Счастливо.